Всем привет! Я Марихин Сергей, Автоинструктор 62. Тема сегодняшнего ролика это автошкола. Как выбрать автошколу? На какие параметры нам нужно обратить внимание? Ну смотрите, надо в первую очередь понять, что выбираем мы автошколу. Да, автошкола делает важные моменты. Она набирает кадров на работу, она организовывает процесс обучения, теоретические занятия, графики, подготавливает ваши документы к сдаче экзаменов ГИБДД и так далее, и так далее. Да, это тоже все очень важно. Но надо понимать, что основную работу по практическому обучению будет выполнять автоинструктор. Поэтому в первую очередь нам нужно выбирать автоинструктора, потому что именно он будет влиять на качество вашего обучения. Но тем не менее, что могу посоветовать по автошколе? Ну первое, было бы неплохо посмотреть на просторах интернета. Есть различное количество сайтов на наличие лицензии на образовательскую деятельность. Имеет данная автошкола вообще лицензию? Сейчас вот я могу привести пример, на каком сайте это посмотреть. Вы можете набрать туда организацию, то бишь автошколу, и посмотреть наличие лицензии. Также нужно посмотреть, есть ли у данной автошколы действующие заключения с ГИБДД. Это тоже документ очень важный. С лицензией обычно проблемы не бывает, а вот с заключением периодически такое есть. Поэтому оно не должно быть просрочено, оно должно быть действующее. Это также можно посмотреть на том же сайте гибдд.рф, выбрать раздел автошколы, набрать автошколу. И там будет целый список автошкол, которые имеют заключение действующее. Имейте в виду, если у данной автошколы нет заключения, либо оно просрочено, то экзамен в ГИБДД у вас могут просто не принять. Поэтому повнимательнее. Также на данном сайте вы можете посмотреть статистику по процентному соотношению сдачи с первого раза. Любую автошколу вы можете также выбрать и посмотреть, с первого раза сколько сдают людей теорию, автодром, город. И сравнить, например, с другими автошколами. Также на этом сайте вы можете посмотреть, насколько часто сдает экзамен данная автошкола. Насколько часто ее ставят в месяц. Там есть графики, которые можно посмотреть. Раз в месяц или два, может быть каждую неделю. У какой-то школы есть свой день сдачи. Это тоже все очень важные моменты. Что еще нужно обязательно знать? Нужно мониторить. Прежде чем идти куда-то в автошколу, основная масса людей, у которых я спрашиваю, почему вы выбрали автошколу именно вот эту, говорят один и тот же ответ. Она рядом с домом, она рядом с работой. Конечно, удобно, когда мы выходим с работы, зал вы повернули, и там у нас автошкола, мы там какие-то теоретические курсы делаем. Но тем не менее, надо понимать, что это не значит, что она хорошая, и люди потом многие начинают жалеть. Поэтому нужно промониторить. Не поленитесь, посидите там денечек два-три, читайте отзывы на сайте самой автошколы, чищите отзывы на различных форумах, спрашивайте знакомых. Может быть, у вас кто-то со знакомых в этой данной автошколе учился. Можно прийти в саму автошколу, посмотреть книгу отзывов и предложений и так далее, и так далее. Поэтому с этим торопиться не нужно. Это второе. Третье, внимательно, когда вы выбираете все-таки автошколу, внимательно читайте сам договорка перед тем, как его подписать. Читайте все мелкие шрифты. Для чего? Для того, чтобы есть все-таки организации недобросовестные, и там, например, обучение у вас там 12 тысяч, да, и написано, что это все включено. Такого быть не может. Посмотрите, стоимость бензина, стоимость расходных материалов на машину, такого быть просто не может. Поэтому, скорее всего, там вы будете приходить на экзамены, еще платить там по какой-то сумме за каждое занятие. Может быть, пересдача будет стоить около 3000 рублей. Поэтому вот это все мелким шрифтом, все, что написано, вы внимательно читайте, чтобы вам не попасть в просаг, да, и потом как бы не огорчаться, не попасть вот на эти подводные денежные камни. Повнимательнее, чтобы у вас вот за эту цену, которая была написана, цена в договоре, входил весь курс, все там те же 56 часов на механике, либо 54 часа на автомате, чтобы все это было дело прописано. Это третье. Четвертое, на что стоит обратить внимание, это автопарк. Какой автошкола-автопарк? Машина все-таки должна быть исправна, да, хорошо исправна. Потому что когда ученик учится на неисправной или на полу неисправной машине, на раздолбанной какой-то, он уже как бы гораздо сложнее ему учиться. И он, например, там заглох двигатель, он не понимает, то ли это он накосячил, то ли это там уже сцепление неисправно. Да, на раздолбанной машине приятного мало обучаться. А бывает так, что вы учитесь на плохой машине, на экзамен ставят хороший, либо наоборот. Люди даже тронуться не могут. Поэтому было бы неплохо посмотреть, какой там автопарк у данной автошколы, да, чтобы были вот эти все автомобили технически исправны. Да, это четвертое. Плюс автодром. Было бы неплохо узнать, где у данной автошколы находится автодром. Бывает так, что он находится не в городе, а за городом. Здесь возникает сразу несколько вопросов. Будет ли вас туда кто-то доставлять? Как вы туда будете добираться? Или вы туда будете ехать в процессе занятий? То есть вот эти вопросы тоже все уточняйте. Поэтому вот такие вот основные пять вещей, на которые стоит обратить внимание, да, еще раз повторюсь. Не торопитесь с выбором. Получше помониторьте, не ленитесь, чтобы вам, говорю, не попасть потом в неприятные ситуации, чтобы вы не разочаровались данной автошколы. Смотрите кадры, смотрите инструкторов. Вы можете там, может быть, взять какое-то дополнительное занятие до, там, да, поступления в автошколу. Пообщаться с учениками, которые там учатся, пообщаться с инструкторами, да. То есть, как бы, это ваше право, ничего в этом такого нет. Что в заключении хотелось бы сказать? Если вы в процессе обучения разочаровались со своей автошколой, то, скорее всего, вам придется вне доучиваться. Это, конечно, нужно внимательно читать договор, который вы будете подписывать, но, скорее всего, вам придется доучиваться. Но вы должны понимать, как только вы прошли полностью весь курс обучения, откатали все свои практические часы, и сдали все внутренние экзамены, вы уже можете получить свидетельство о профессии водителя. Свидетельство об окончании автошколы, да, по-другому оно называется. Это единственный документ, который вам нужен от автошколы для сдачи экзамена. Поэтому, как только вы прошли полностью курс, может быть, у вас там какие-то конфликты были с инструктором, который присутствует на экзаменах, с руководством автошколы, всякое бывает. Вы, в принципе, уже к ней никакого отношения не имеете. Вы можете забрать данный документ, да, да, собрать остальной пакет документов, там, медицинская справка, там, заявление в ГИБДТ сами написать, госпошлину оплатить, паспорт взять и так далее. И идти сдавать через другую автошколу, либо вообще через другой город. Это тоже все возможно. Поэтому внимательно выбирайте автошколу, вам в ней учиться, вы туда приходите не за красивые глазки, вы будете платить деньги людям за ваше обучение, да, чтобы оно было качественно. Качественно. Надеюсь, полезной была информация. Если да, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.